Добрый день, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Заключить договор аренды на земельный участок на самом деле можно и без проведения аукциона при определенных обстоятельствах. В первой части я показывал, как можно найти земельные участки, которые были выставлены администрацией на аукцион. В данном случае инициаторами могли быть как другие заявители, так и администрация. А теперь давайте рассмотрим вариант, когда вы нашли свободный земельный участок и изъявили желание арендовать его у государства. И при каких обстоятельствах вам могут его передать без проведения аукциона. В данном случае вам необходимо подготовить схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории и обратиться в администрацию района, на территории которого расположен участок с заявлением о предоставлении земельного участка. Также это можно сделать через МФЦ. Администрация в срок, не превышающий 30 дней, обеспечивает публикацию извещения о предоставлении участка или принимает решение об отказе в предоставлении этого участка. Все извещения публикуются на официальном сайте торги.gov.ru. Ссылку на этот сайт я оставлю в описании под этим видео. Предоставят ли вам земельный участок без проведения торгов, зависит от того, поступят ли заявки от заинтересованных лиц о намерении их участвовать в аукционе в течение 30 дней с момента публикации такого извещения. В случае, если будет хотя бы одна заявка, администрация отказывает вам в предоставлении этого участка без проведения аукциона, проводит кадастровые работы и принимает решение о проведении аукциона по продаже или аренде. Если в течение 30 дней никто не изъявил свои намерения участвовать в аукционе, то принимается решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка. На экране сейчас представлено изображение сайта в качестве примера. Согласно статье 39.17 земельного кодекса, наличие предварительного согласования является основанием для предоставления земельного участка без проведения торгов. В данном случае все кадастровые работы вы будете проводить за свой счет, согласно статье 39.15 земельного кодекса. Извещение о предоставлении таких участков можно найти на сайте торги.gov.ru, указав в строке местоположений свой регион, а в строке начальной и максимальной стоимости поставив нули. Также можно указать вид разрешенного использования, в моем случае для индивидуального жилищного строительства. Также я ограничил срок окончания подачи заявок с декабря по сегодняшний день. Таким образом было найдено всего лишь 10 извещений. Из 10 лотов договор аренды по минимальной стоимости будут заключены с 4 заявителями, а 6 участков будут выставлены на аукцион. Чтобы у вас не возникало каких-либо сомнений, все ссылки я размещу в прикрепленном комментарии. Можете по ним перейти и проверить. Также поиск по земельным участкам с разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства выдал результат в количестве 13 штук, среди которых также есть решение о предоставлении таких участков без проведения аукциона. Писать заявление о намерениях участия в аукционе, если у вас нет какого-либо личного интереса, допустим, смежный с вами участок или какой-либо спорный с заявителем участок, я не советую. Просто поставьте себя на место заявителя. И как бы вы отреагировали, если получили отказ в предоставлении земельного участка, просто потому, что кто-то изъявил желание поучаствовать в таком аукционе. И, возможно, в самом аукционе этот человек участвовать и не будет. На самом деле, с одной стороны, администрации выгоднее, если участок выставят на торге. И они получат гораздо больше денег, нежели если предоставят этот участок без проведения торгов. Но, с другой стороны, им необходимо будет проводить кадастровые работы по образованию участка, и они предложат провести их за свой счет. В данном случае вариант, конечно, спорный, так как вы рискуете потратить деньги и силы впустую, поскольку никаких гарантий того, что вы выиграете аукцион, у вас нет. Как вы, наверное, уже догадались, чем больше вы напишете заявлений о предоставлении земельных участков в аренду или в собственность согласно статье 39.18 земельного кодекса, тем выше у вас шанс избежать аукциона. Но, несмотря на то, что участок выставили на аукцион, есть также шанс быть единственным участником такого аукциона и заключить договор аренды по начальной стоимости. Обратимся также к порталу и проведем выборку аукционов, которые были проведены за последние три месяца. К сожалению, сайт не предоставляет информацию по аукционам, проведенных ранее, и мы можем посмотреть статистику исключительно за конец прошлого года. Введем форму поиска последние три месяца прошедшего года. Местоположение укажем Петерская область и поставим город Пенза. Для того, чтобы нам не показывалась лишняя информация, ставим начальную стоимость от 1 тысячи рублей, а вид разрешенного использования ставим для индивидуального жилищного строительства. В конце года было достаточно мало выставленных на аукцион земельных участков и их общее количество составило всего 22. Теперь давайте изменим статус на несостоявшийся с единственным участником. И тут мы видим следующую информацию, что с тремя участниками аукционов были заключены договора аренды без проведения как таковых торгов по начальной стоимости аукциона. Состоявшихся всего 11 лотов. Давайте откроем первый аукцион из списка и посмотрим, по какой стоимости был заключен договор аренды на этот участок. Согласно протоколу мы видим, что в торгах участвовало 15 человек. Начальная стоимость аренды составляла 249 тысяч рублей, но в процессе аукциона аренда поднялась до 712 тысяч рублей в год. Да, вы не ошиблись. Стоимость аренды указана в год. И оплатить в случае выигрыша данную сумму необходимо полностью. Естественно, не все аукционы в моем городе выигрываются по схожей стоимости. И нужно понимать, что участки все разные. Представляю сейчас, как многие удивились, увидев стоимость арендной платы близкой к миллиону в год. Но прежде чем писать комментарии, что за миллион можно купить участок в Москве в пределах МКАДа или рядом, давайте на этом же сайте посмотрим, по какой стоимости люди выигрывают аукционы в Московской области. В местоположении укажем Московскую область и нажмем кнопку поиск. За последние три месяца было проведено всего 39 аукционов. Я думал, в Московской области будет больше. Выбираем первый попавшийся лот и мы видим, что победителем аукциона признано лицо, предложившее практически 7 миллионов рублей. Поселок Белоозерский, участок 15 соток, если я правильно понимаю, не ближний свет от Москвы. Поправьте меня, если я не прав. Если честно, мне даже стало немного интересно, что из себя представляет этот участок. Давайте перейдем на публичную карту и посмотрим на него. Хозяин участка оказался достаточно шустрым человеком и уже успел построить и оформить на этом участке жилой дом небольшой площади. Естественно, он не будет жить в этом доме и в лучшем случае он будет использоваться в качестве гостевого дома. Делается это прежде всего для того, чтобы как можно скорее выкупить арендованный участок и оформить его в собственность. А уже после этого спокойно приступить к строительству основного дома. Чуть позже мы об этом поговорим. Давайте теперь перейдем к нашему списку и посмотрим еще одну позицию. Пусть это будет город Подольск. Здесь уже сумма поменьше и стоимость годовой аренды составляет 1 миллион 800 тысяч рублей. Также посмотрим этот участок по кадастровой карте. Площадь составляет 14 соток, расположен на окраине города, рядом с заправкой или каким-то другим придорожным сервисом и находится на достаточно приличном удалении от Москвы. Как я уже и говорил ранее, при аренде земельного участка главное построить на нем дом в первый же год аренды. Как правило, если аренда дорогая, строят небольшой домик площадью порядка 30 квадратов. Обычно этот дом 6х6, в основном из бруса или счетовой. Если вы не успеете построить и оформить дом в первый год аренды, то вы рискуете оплатить второй год в зависимости от договора. Но, как правило, второй год оплачивается помесячно. В первой части я обещал рассказать вам о том, как люди зарабатывают на аренде земельных участков. Возможно, данная информация вам пригодится и вы сможете применить ее в реальной жизни.